Музыка Центральный стадион в Одинцове – место притяжения для жителей. В 2020 году спортивный объект реконструировали. Здесь появилось искусственное футбольное поле с подогревом площадью более 8 тысяч квадратных метров и обновленная трибуна, рассчитанная на 2500 зрителей. На Центральном стадионе занимаются жители и спортсмены со всего Одинцовского округа. Здравствуйте! В эфире программа «Про спорт» и с вами Екатерина Крамов. Сегодня мы находимся на Центральном стадионе, чтобы узнать, как тренируются наши футболисты из спортивной школы Одинцова. Я знаю, недавно вы стали призерами зимнего чемпионата. Расскажите, насколько трудно это вообще было? Мы первый раз участвовали в турнире такого уровня, поэтому было достаточно нелегко. Просто ребята подготовленные, мы играли на первенство района, они у нас были чемпионами два раза, а здесь сыграли на более высоком уровне, заняли второе место. В принципе, результатом как тренер я удовлетворен, но хотелось бы занять и более высокую позицию. А так в турнире мы провели, получается, из 24 команд мы заняли второе место. То есть мы сыграли группу, пять игр, четыре игры выиграли, одну в ничью сыграли. Вышли из группы, финальный этап, и там, получается, сыграли три игры, одну выиграли, одну проиграли, и одну сыграли в ничью. Набрали четыре очка, ну и заняли второе место. То есть мы в принципе, но мы вообще все школы, которые у нас участвовали, поэтому был достаточно хороший результат, как и для нас, как и для школы в общем. А где проходили игры в Одинцово или у вас были выезды? Ну, получается, из восьми игр мы семь игр провели у нас дома, ну, потому что у нас очень хорошие условия, у нас есть манеж, то есть поэтому все с удовольствием приезжали к нам. Ну, одна игра была на выезде, то есть там играли на улице. Было менее комфортно, чем у нас в манеже, поэтому очень рады, что у нас есть манеж, то есть нам есть условия выступать здесь. И, правильно я сейчас понимаю, весенний сезон будете играть на центральном стадионе, да? Да, мы вот, у нас-то опять же, вот мы первый год будем, мы сейчас выступаем на первенстве Московской области, 16 мая мы стартуем, да, и у нас все игры будут, ну, не все домашние игры мы будем, соответственно, играть здесь. А вот расскажите еще, для того, чтобы тренироваться, необходима же разминка, подготовка, вот насколько это важный этап для ребят? Не, ну, разминка – это одна из важнейших, в первую очередь, это профилактика, это травматизм, потому что мы разминаемся для того, чтобы мышцы были уже к основной тренировке готовы, разогреты, и чтобы снизить травматичность на тренировке, поэтому одна из важнейших составляющих тренировки – это разминка. А проведете мне мастер-класс, как для начинающей футболистки? Конечно, с удовольствием. Так, ну все, вот так я оделась, хорошо, нормально? Да, холодно точно не будет. Ну все, я представляю, готовлюсь уже к этому. Ну, теперь, на чем самое простое, это просто мы в достаточно легком темпе поднимаемся наверх. То есть надо прямо вот так, да? Да, обязательно, да, руками себе помогаем. Так, тоже до конца, да? Да, да, да. Теперь можно потянуть заднюю поверхность бедра, то есть упражнение достаточно простое, то есть мы ноги ставим как можно шире, именно чтобы было комфортно стоять. Колени у нас прямые, и мы правой рукой беремся за левую пятку. Ну, то есть мы наклоняемся, и вот, и стоим. То есть у вас по-хорошему у нас вот эти вот задние части бедра, они начинают напрягаться и со временем, соответственно, тянутся. То есть потом, наоборот, левой рукой за правую пятку. Да, кстати, чувствуются. Для передней части поверхности бедра просто элементарное упражнение, то есть мы стоим и... О, жаль, это... Так, я держусь. Так. То есть вот, в принципе, чтобы растянуть бедра, это очень хорошее упражнение. Можно еще это поделать, то есть вот выпадли. Да, 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 то есть это вот мы, скажем так, подготавливаем, то есть мы пружиним, подготавливаем мышцы уже к более интенсивной работе взрывной. То есть так же, так, поменяли. В принципе, и когда уже наши ноги готовы к работе, то мы можем поступать делать более такие резкие взрывные упражнения, как там ускорение, там, рывки. Хорошо, давайте тогда покажете мне тоже. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас уже, да, этих соревнований какие-то более крупные, где ребята тоже показали достойный уровень? Ну, в 21-м году, получается, мы провели два турнира на первенство городского круга Одинцова – весенний и осенний. Ну, получается, то, что в первом турнире мы заняли первое место из 11 игр одну игру проиграли, но все равно первое заняли. А вот уже в осеннем первенстве, то есть были те же команды, и мы уже все 12 игр выиграли. Поэтому, как бы, тоже прогресс был виден, и ребята, скажем так, в достижении, которое тяжело повторяет, которое не повторит 12 побед. Поэтому, на самом деле, ребята молодцы и постоянно прогрессируют, что не может не радовать. Не терпится посмотреть, как тренируются чемпионы. Пригласите нас на тренировку. Конечно, с удовольствием сейчас посмотрим, покажем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какая-то позиция проседает, стараемся подсказать, чтобы они делали упор именно в эту зону и через нее развивали свои атаки. Александр Владимирович, какие у вас уже планы на будущий год после этого чемпионата? Наверное, летний сезон уже есть какие-то? Ну да, вот летом сейчас участвуем в первенстве в Московской области, ну задачи стоят самые высокие, то есть в любом случае быть в тройке. Ну у нас 8 команд, в принципе, это не такой большой турнир будет, но есть хорошие клубы, у нас всего Подмосковья, поэтому борьба ожидается жаркой. Ну задача быть в призерах, а желательно чемпионами. И какие ближайшие соревнования у вас? Первенство Московской области среди детских команд в 2012 году рождения. Александр Владимирович, спасибо вам большое. Ну а с вами была Екатерина Крамор. До новых встреч! Алисо, вперед!